Хочу вам поцитировать премьер-министра Польши Матуша Моровецкого, который сегодня заявил следующее. Как когда-то Германия подверглась деноцификации, сегодня единственным шансом для России и цивилизованного мира является депутинизация. Если мы немедленно не приступим к этой задаче, то потеряем не только Украина, но и свою душу, и свою свободу, и суверенитет, потому что Россия не остановится на Киеве. Да, молодец. Как могут провести депутинизацию в России? А вот так и нужно провести, как правильно сказал Байден, Путин нельзя оставлять власти. Каким способом нельзя оставлять власти? Военные поражения, Путин, Акелло, который промахнулся, Путин уже не мачо, а уже, так сказать, хромая-хромая на все лапы утка и так далее. Вот тогда уже элиты задумаются над тем, чтобы убрать, отстранить, и тогда будет конец путинизма. Но я долго думал, да, ну, знаете, дебольшевизация, десталинизация, депутинизация, демилитаризация, деноцификация. Это все возможно провести. Я не знаю только одного. Я не знаю только, как сделать деидиотизацию и раздурачивать. Вот я вот этого пока никак не пойму. Такого запредельного количества идиотов безмозглых и дураков, я такого не помню в периодовой истории России. Вот что сейчас творится, это какое-то отключение головного мозга в пользу каких-то фантомов, понтов, инстинктов. Я вообще не понимаю, что происходит. Такого количества идиотов в России не было никогда. То есть Путину удалось запустить конвейер по оболваниванию людей, по превращению их в конченных идиотов, в людей, поддерживающих самые отвратительные дела на планете. И вот что с этим делать? А какие-то варианты вообще возможно? Или никаких идей? Нет. Ну, наверное, вот эти все там идиоты, они латентные, да, они потом, когда там будет победа, они, конечно, скажут, что они всегда этого хотели, что они были оболванены. Это они скажут, они соврут. Как сейчас врут эти ваши пленные наши, в смысле пленные российские, когда говорят, а мы не знали, куда нас везли, а мы думали, тут одни бандельцы, а мы думали, тут одни солдаты НАТО. Это они все врут. Все они прекрасно знают. Также врут и наши жители российские сами себе, что они там спасают донбассовцев, что они там защищают мир от нацизма, что они там и многое другое. Они просто себе врут, они не хотят ничего другого знать и слышать. Вот что страшно. Они вообще не собираются узнавать факты. Конечно, мы их принудительно заставим геноцифицироваться, как заставили там немцев, но немцы поумнее нации, там дураков такого количества не было, они все-таки сумели понять их. Сумеют ли понять наши идиоты или они просто затаятся до следующего момента, когда какой-нибудь отмороженный фюрер поведет их в бой против всей цивилизации. Вот это мне непонятно. Я никак не могу понять, что с этим делать. Как вот провести раздурачивание и де-иде-иде-иде-иде-иде-иде-идеотизацию общества? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Очень интересно, какая у вас есть информация и позиция относительно вот этих сообщений о том, что состояние здоровья Путина ухудшается, что он болен. Как все это может повлиять на войну? Трудно сказать. Мы же не можем к нему в голову залезть. Есть люди, которые говорят, да, вы хотите сказать, что погибая и умирая, я хочу тянуть за собой миллиард в эту бездну? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что если окружение будет понимать, что оно уже умирает, то тут могут быть сюрпризы для него. Большие сюрпризы. Но я вот не уверен, что у него летальное состояние болезни. Люди болеют в этом возрасте по-разному. Кому как повезет. Очень многие. Но это не мешает им десятилетиями продолжать жизнь, общаться с своими семьями, родными, близкими, что-то делать и так далее. Поэтому я не знаю, насколько вот эта болезнь, наверняка, которая у Путина есть, они могут выбить его полностью из колеи. Пока не понимаю. Мне кажется, у него с головой хочется. У него с головой совсем плохо. Ну, посмотрите, что он говорит, что он мыслит, какие он перлы выдает. Кто у нас основал Украину? Владимир Ульянов-Ленин? Ну, а что вы хотите после этого от человека? У которого там... Ну, я понимаю, что можно спутать там семилетнюю войну, там все с какой-то. Но это все можно спутать. И я мог спутать, и любой другой, если бы не готовился к этому выступлению. Но когда там Украину создал Владимир Ульянов-Ленин, ну, вообще смешно. Даже не смешно уже. Нет. Уже, как бы, так сказать, хочется плакать или какие-то другие эмоции спутать. Но это явно не смешно, потому что это привело к огромному количеству смертей. Вся эта риторика из уст Путина. Редактор субтитров А.Семкин